Итоги работы за прошлый год подвела региональная полиция. По словам руководителей ведомства, в 2013 сократилось количество убийств, изнасилований, краж, грабежей и разбойных нападений. Иначе говоря, жить в Иванской области стало немного безопаснее. Раскрываемость тяжких преступлений составляет более 64% от общего числа. Этот показатель выше среднего по стране. В качестве положительного примера можно привести раскрытие резонансного заказного убийства депутата Приволжского районного совета Аристархова, заказчика и исполнителя которого задержаны и заплечены. Есть и пробелы в работе Ивановской полиции. Область занимает предпоследнее место среди всех регионов по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. По-прежнему актуальная проблема, связанная с уничтожением имущества путем поджога. Факты поджога в жилищ граждан возросли на 44%. Раскрываемость разбойных нападений снижена более чем на 7%. Недовлетворительные результаты работы мы имеем по расследованию преступлений прошлых лет. В том числе тяжких и особо тяжких преступлений данной категории, где отрицательная динамика составила более чем 20%. Глава региона также выступил на коллеге с докладом. Особое внимание Павел Коньков заострил на двух вопросах. Незаконный оборот древесины на территории региона и аварийность на дорогах. При уменьшении показателей ДТП ситуация на дорогах области остается достаточно напряженной. Смертность в результате ДТП по-прежнему превышает среднероссийский уровень, несмотря на положительную динамику. Отмечается недостаточное качество подготовки водителей. Прошу управление ОМВД по Ивановской области подключиться к решению данной проблемы. За 2013 год центром автоматической фиксации зарегистрировано более 93 тысяч фактов превышения скорости. Штрафов водители платят больше, однако кардинально ситуация на дорогах не меняется. Пять погибших приходится на сто пострадавших.